МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости на канале Орент-ТВ. В студии Александр Криволапов. В ближайшие 20 минут расскажем о последних событиях. Один из предполагаемых убийц жителя Солилецка засветился в ранее совершенном преступлении. Покупай, напроверяй, как покупатели обманывают автосалоны. Чем опасна ЕГЭ? Об этом говорили с детским кардиологом. И кто стал победителем в первом международном турнире по дзюдо среди юниоров, расскажем в ближайшие 20 минут. Один из предполагаемых убийц жителя Солилецка, вероятно, причастен и к другому преступлению, которое было совершено осенью прошлого года. Там тоже не обошлось без оружия. Все подробности далее. Напомним, в прошедшие выходные в Солилецке было совершено жестокое убийство. При выходе из кафе был расстрелян местный житель. Судя по этим кадрам, жертву целенаправленно убивали. После нападавшей скрылись на автомобилях. План перехвата результаты не дал. Были задержаны молодые люди, но их вина не подтвердилась. А позже, когда этих молодых людей отпустили, в интернете появились фотографии, но уже других людей. Один из них, по нашим данным, был участником подобных событий полгода назад. В нашем эфире мы рассказывали, как на жителей южного поселка произошло нападение возле его дома. Неизвестные начали стрелять Михаила Азнаева за то, что он не пропустил их Тойоту на своем автомобиле. Среди них был и один из этих людей. Тогда историю пытались всячески замять. Однако дело все же дошло до суда. На скаме подсудимых, правда, пока только один человек. Судя по последним событиям, второго ищут. Тариф за мусор может подрасти. Для наведения порядка намерены включить в стоимость еще одну услугу – рекультивацию земли на отработанных свалках. Об этом сообщает газета «Известия». Инициативу такую озвучили представители Госсовета по экологии. В рабочую группу подготовки этого документа входят представители нескольких регионов – Минприроды, Минстроя, Роспотребнадзоры. Свой доклад они будут демонстрировать президенту. Чтобы получить возможность увеличить плату за мусор, потребуется внести поправки в основы ценообразования в области обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденной постановлением правительства. Сейчас этот документ не подразумевает включение в тариф трат на рекультивацию, но учитывает налоги, проценты по кредитам, производственные и ремонтные расходы, аренду и лизинг, зарплату персонала, а также нормативную прибыль. Если предложение представителей рабочей группы будет одобрено, то тариф в среднем вырастет на 5%. Например, в Оренбурге стоимость услуги на одного жителя многоквартирного дома сейчас составляет 105 рублей, будет 110. Меры по восстановлению земель после отработанных свалок эксперты нескольких министерств и ведомств считают необходимыми, но прогнозируют, такая новость только вновь поднимет волну недовольства жителей. Региональный оператор Оренбургской области, руководитель специализированного предприятия Виктор Доценко, отметил, что действительно необходимо рекультивировать земли, на которых ранее располагались свалки. Таких крупных территорий в области больше 20. Деньги в первую очередь будут нужны муниципальным образованиям, в ведомстве которых находятся эти земли. Но речи о повышении тарифа все же считает преждевременными. Кому отлично, а кому и неуд. Стали известны результаты единогосударственных экзаменов. В Оренбургской области три ученика получили 100 баллов по профильной математике. Будущие пифагоры заканчивают Бугурусланскую школу номер 2 и две Орские гимназии. Всего профильная, стало быть, более сложный уровень экзаменов по математике выбрала около 5000 школьников в Оренбурге. Не преодолели минимальный порог 27 баллов, чуть более 1%. Средний балл составил 64, в прошлом 58. Базовый уровень математики сдавало около 3000 школьников. Из них на 5 с заданием справились 1806 выпускников. Однако 13 выпускников из-за неудов по математике останутся без аттестата. Экзамен по географии выбрал всего 86 из почти 7500 выпускников. Средний балл составил 69. Максимальный результат 100 баллов получил лишь один выпускник губернаторского многопрофильного лица интерната для одаренных детей. Литературу в этом году выбрало 383 выпускника. Средний балл составил 71. А вот максимальные 100 баллов получили 7 выпускников Оренбургских школ. Пересдать экзамен выпускники 19 и предыдущих лет смогут в резервный день 24 июня. Апелляции о несогласии с выставленными баллами можно подать 13 и 14 июня. Заседание конфликтной комиссии состоится с 17 по 20 июня. И что касается единого государственного экзамена, неожиданные данные были озвучены во время записи программы «Эхо недели» с детским кардиологом Еленой Судоргиной. Во время подготовки и сдачи единого госэкзамена подростки оказываются в зоне риска и возникает большая вероятность появления серьезных заболеваний. По словам доктора, медики в последнее время все чаще сталкиваются с такими случаями. С появлением ЕГЭ уже много лет, да, у нас существует ЕГЭ 9 класс и 11 класс, да. И сейчас стали дежурить врачи-педиатры на экзаменах. Ну вот я как кардиолог, потому что я знаю, дети в каком стрессе, да, немногие наблюдаются у меня, идут сдавать потом эти ЕГЭ. Мы, ну, больные дети, там, с инвалидами, дети с тяжелыми, мы им даем сидящий режим. А дети, которые вроде бы они и здоровы, да, какие-то функциональные отклонения, на таком стрессе, они там и ночью не спят, и готовятся, такая эмоциональная и физиологическая нагрузка, они идут на ЕГЭ с повышенными цифрами давления и с повышенной частотой сердечного сокращения. Вот это фактор, то, что им вызывает скорую помощь. И, наверное, надо не только педиатр, чтобы присутствовал во время проведения экзаменов, но, наверное, какую-то обязательно тонометрию и частоту сердечного сокращения проверять. И, наверное, если у ребенка высокие цифры давления, наверное, временно его отстранять, чтобы не случилось трагедий на экзаменах. Вот это фактор. Ну мы ведь тоже экзамены сдавали, но я не помню, чтобы у нас... Это не было ЕГЭ, а сейчас у них вопрос, или ты поступишь в учебные заведения, или нет. Ну то есть очень серьезный вопрос. У нас не было... Ну был фельдшер в школе, да? Сейчас колоссальный стресс. И скорая помощь приезжает, когда проводит экзамены. И это чаще всего сердечно-сосудистые проблемы. То есть это повышенные цифры давления, это гипертонические кризы, повышенная частота сердечного сокращения. Ну это очень опасно. Я вообще просто... Вы меня удивили... Это такие проблемы, которые я хотела, да. Сейчас врач-педиатр дежурит. Ну вот, хотелось, наверное, чтобы не просто он дежурил, а измерял давление до экзамена. Не просто они проходили с паспортом. Но это мое пожелание. Я боюсь, когда наступает конец мая, начало июня, то дети эти потом везут или в стационары, или к нам на прием. Неудивительно, но мнение, что ребенок испытывает крайне серьезный стресс во время единого госэкзамена, придерживаются многие. И, по крайней мере, мы убедились в этом, когда провели свой опрос на улице Харимбурга. Да, считаю, что очень стрессовый. Потому что у меня старший ребенок готовился. Очень много нервов, здоровье потрачено. Слава Богу, сдали все хорошо. И вот сейчас младший пока в пятом классе, но тоже все боимся. Поэтому, конечно, детей надо поберечь. Все-таки переживания сколько, сдаться, не сдаться. Экзамен в любом случае стресс. В нынешнем виде, таком, как он есть сейчас, однозначно стресс. Почему стресс? Если все, ребята, подготовлено, каком может быть стресс? Обычный экзамен, просто немножечко другого формата. Все. У меня даже внучка выпускалась, она у нас, аж сердце заболело у нее. Мы даже пили таблетки от этого. Впереди короткая реклама. Не переключайтесь. И вновь к новостям. Борьба с соседями привела к серьезным последствиям. Инцидент произошел на улице Солмышской. Женщине отключили воду. И сейчас она не может ухаживать за своим полисадником. Подробнее смотрите в рубрике «Срок ответа сегодня». В доме 31 по улице Солмышской прекрасный полисадник. В нем растут цветы и деревья. Но сейчас ухаживать за ним стало проблемой. Татьяне Мещеряковой, которая следит здесь за растениями, уже несколько лет перекрыли воду на улице. По просьбам многих жителей, требуют люди перекрыть кран с водой. Так как я бесконтрольно трачу воду, температура стояла 31-32, ветер он отключил. Если бы не этот дождь, вот здесь все в сухом, я со флангом поливаю, хожу туда, в тот участок. Там деревья и здесь вот. Женщина поделилась, что за свои труды она получала грамоты. Но сейчас Татьяне Алексеевне помощи ждать неоткуда. Доступ к воде на улице перекрыт. Ведь для нее приходится платить. И оплачивать вынуждены все жители дома. А собственники квартир считают, что женщина тратит слишком много ресурсов. Управляющая компания «Альянс» нам рассказали, как быть женщиной и возможно ли найти выход из данного положения. Либо она выбирает поливать собственной водой своего крана, либо она будет сажать цветы только в клумбе и поливать по графику, либо будет установлен на поливочный кран счетчик и затраты будет ввести сам собственник. Мы дали ей вариант. Мы не запрещаем ей конкретно совсем не ухаживать за данной клумбой, а хотим, чтобы она экономила воду, в разумных пределах использовала. Ждем, когда человек подойдет. Как не стать случайной жертвой нечистоплотных автосалонов? Налоговики и прокурору предупреждают будущих обладателей транспорта быть внимательнее при оформлении сделок. Сегодня в прокуратуре области были озвучены две хитрые схемы, когда продавцы машин в прибыли, а покупатели несут дополнительные расходы. Первая схема. Человек приходит в салон, покупает новенькую машину, платит наличными, а скрупулезно проверит все документы, забывает. Тем временем автосалон принятую наличку не оприходует, а за определенную мзду отдает нуждающиеся в ней организации. Однако, чтобы оправдать продажу машины, создается фирма «Однодневка», которая в пользу третьего лица, то есть настоящего покупателя, переводит оплату за покупку. Счастливый обладатель нового авто в одночасье становится прибыльополучателем. А это налог, и немалый. Налог на доходы физических лиц, который составляет 13%. То есть, если это дорогостоящий автомобиль, в размере, например, миллиона рублей, если он отдал, то плюс еще должен отдать 130 тысяч рублей государству. Как отмечают прокуроры, судебная практика не на стороне автомобилистов. Еще одна схема незаконного обогащения автосалонов связана с трейт-ин. Автомобилист дает свою старую машину в салон в счет покупки нового автомобиля. В салоне продает ее своему же сотруднику, частному лицу, а тот, в свою очередь, делает накрутку. Но в договоре сумма остается неизменной. И тут вновь под удар попадает добросовестный покупатель автомобиля с пробегом в автосалоне. В договоре купли-продажи этот гражданин, аффилированное лицо автосалона, указывает ту же самую стоимость – 500 тысяч рублей, а в реальности человек отдает этому гражданину 800. И получается вот здесь вот эта вот разница – 300 тысяч рублей. Это денежные средства, которые нигде не приходуются, дальше распределяются, никто не уплачивает налог на прибыль. Если эта информация дойдет до налога, автомобилист вновь будет обязан заплатить подоходные. Но если машина окажется неисправной, и покупатель через суд попытается взыскать с салона деньги, то получит не более той суммы, которая прописана в документах. Обворовала родную мать, отправился в колонию строгого режима Ленинский район суд города Орска, приговорил молодого человека к двум месяцам лишения свободы. Находясь в пьяном состоянии, парень вынес из квартиры, где жил вместе с матерью телевизор. В содеянном он раскаялся, однако рецидив в действиях Арчанина не позволил суду оставить его на свободе. О других преступлениях и происшествиях смотрите в рубрике «Ориентировка» прямо сейчас. Ребенок госпитализирован. На автодороге Казань-Оренбург 57-летняя жительница Республики Татарстан не справилась с управлением. Киа опрокинулась в кювет. Трое пассажиров, в числе которых 10-летний ребенок, получили травмы. Страдавших госпитализировали. По факту аварии проводится проверка. Ноги шире плеч, руки за голову. Полицейские распространили видео задержания наркозбытчиков в поселке Кузнечный Оренбург. У задержанных обнаружено 24 сверка с наркотическим синтетическим веществом. Руки на машину поставил. Силовой прием и парень на капоте. Кроме того, дома у 29- и 24-летних оренбуржцев изъято еще 50 граммов синтетического зелья, предназначенного для сбыта. Наркозбытчики рискуют пополнить колонии строгого режима сроком до 15 лет и заплатить полумиллионный штраф каждый. Скончался на месте ДТП 30-летний житель Оренбургской области. Водитель КамАЗа на трассе в Башкирии не справился с управлением. Грузовик опрокинулся в кювет. Оренбуржец получил травмы, несовместимые с жизнью. Оренбургским любителям футбола, скорее всего, не придется ездить в Самару, чтобы болеть за свою команду. РПЛ готовит изменения в регламенте. Отказ в лицензии Оренбургской арены носит формальный характер, считают футбольные обозреватели. Согласно регламенту, стадионы российской премьер-лиги обязаны вмещать не менее 10 тысяч зрителей. Грузовик рассчитан на 7,5 тысяч зрителей. Однако Оренбург уже отыграл на этом стадионе два предыдущих сезона премьер-лиги. И если в первый раз лига пошла навстречу клубу, который впервые вошел в премьер-лигу, то во втором случае РПЛ не стал ничего запрещать. Сегодня клубы РПЛ поддержали Оренбург. В частности, президент Екатеринбургского Урала Григорий Иванов высказался, что клубы, не имеющие исторически сложившейся большой базы болельщиков, но завоевавшие место в российской премьер-лиге, по спортивному принципу не должны лишаться возможности играть дома из-за того, что их стадион вмещает 5-7 тысяч зрителей. Таким образом, ради соблюдения всех правил в пункт 10.4 регламента Чемпионата России планируется ввести изменения, по которому клубы, представляющие небольшие города, смогут иметь стадионы, вмещающие меньше 10 тысяч зрителей. Особой нужды в огромном стадионе для домашних матчей у Оренбурга нет. Средняя посещаемость стадиона «Газовик» в прошлом сезоне составила около 5 тысяч человек. Больше 6 тысяч зрителей на Оренбург приходил только на матчи с Локомотивом, Краснодаром, Зенитом, ЦСКА и Спартаком. Тем временем сам клуб Оренбург для получения лицензии на следующий сезон заявил 45-тысячную «Самару-арену». При составлении календаря матчи Оренбурга и крыльев советов уже разделены. Однако оренбургские футболисты надежда на то, что домашние матчи останутся домашними, не теряют. Последнее слово за комиссией российской футбольной премьер-лиги. Когда первый блин никому? В Оренбурге впервые состоялся международный кубок под «Зюдо» Евразии 2019. среди юниоров. Масштабное спортивное событие собрало более 700 участников. Ребята приехали не только из регионов России, но были представители из других стран. На приглашение принять участие в соревнованиях откликнулись дзюдоисты из Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана и Таджикистана. До конца хорошо! Подводя итоги турнира, можно смело заявить, соревнования прошли на самом высоком уровне, обслуживали поединки судьи международной категории, а у большинства дзюдоистов большое спортивное будущее. Это доказали схватки, в которых участвовали юниоры. Несмотря на то, что в Оренбург приехали очень серьезные спортсмены, оренбургцы смогли дать достойный отпор соперникам. С мальчиком из Казахстана было сложно бороться из-за того, что он высокий сам по себе, руки длинные, и из-за длинных рук у него удобнее захват брать. Сегодня уже из первого результата, мы ими гордимся. А то, что откликнулись коллеги на турнир, это здорово, дорогого стоит. Кроме России участвуют еще шесть стран, это приятно. И причем с Киргизии приехал один участник. Это, вот представляете, тоже флаг Киргизии представляет здесь. Организатором грузинско-общественной организации «Ертоба» и спортивному клубу «Лидер» при поддержке правительства области и федерации дзюдо области удалось провести турнир, который ничем не уступает подобным международным соревнованиям. Мы тренируемся, мы хотим, чтобы это соревнование получалось самое лучшее в мире. И поэтому мы хотели здесь это соревнование делать, потому что наши спортсмены очень хороши. Так как Оренбург у нас находится как раз в центре Евразии, было бы, я думаю, мы посчитали логичным назвать Кубок Евразии для юниоров, для юных спортсменов, которые получают, я считаю, здесь колоссальный опыт. Во-первых, помимо выигрышей и проигрышей, они обмениваются неким опытом. Стоит отметить, сотрудничество Оренбургской школы дзюдо и грузинской сборной стало уже традиционным. А у нас уже второй год, дети едут на сборы в Грузию, мы возим. То есть это уже стала традицией, мы тренируемся с грузинской сборной. По итогам турнира первое место досталось спортсменам из Ингушетии. Серебро у сборной Оренбургской области и третью ступень педестала почета заняли дзюдоисты из Нальчика. Покорили новые высоты. В День России прошли традиционные соревнования Дидуровская высота. Ежегодно испытать свои силы в село Дидуровка Оренбургского района приезжают более сотни спортсменов. В этом году в прыжках в высоту состязались спортсмены из Республики Башкортостан, Оренбургской, Челябинской, Самарской и Свердловской областей. Соревнования Дидуровская высота – возможность для спортсменов проверить свои силы и побить рекорды. Это получилось у Антона Мазнева из Бирска. На соревнования, главным спонсором которых выступает «Газпром Добыча Оренбург», Антон приезжает уже в третий раз и результаты становятся только лучше. В этот раз молодой человек побил свой личный рекорд. Был раньше 195, сейчас получилось 197. Чтобы прыгать высоко, мне кажется, нужно просто не думать о высоте и делать все, что делаешь на тренировке. У тех, кто не смог достичь желаемых результатов в этом году, будет возможность улучшить показатели в следующем. Дидуровская высота – ежегодные соревнования. Хорошее соревнование, так как здесь соревнулись постоянно с других городов, и мы понимаем, как это российские соревнования. И мы какой-то опыт перенимаем как у друга, мы видим, как тренера работают с другими детьми. И это дает какой-то стимул заниматься дальше. А достигать новые высоты спортсмены помогает Общество «Газпром Добыча Оренбург» совместно с администрацией Оренбургского района. Эти соревнования не менее зрелищные и приятные, и мы действительно наслаждаемся минутами, которые нам дарят наши спортсмены. Поэтому я хочу пожелать прежде всего нашим спортсменам, юным спортсменам побед. Здесь воспитываются и после Дидуровской высоты появляются чемпионы России, Европы, мира и, конечно, олимпийские чемпионы. Общество «Газпром Добыча Оренбург» поддерживает не только легкую атлетику, но и другие виды спорта. Поддерживает футбол, волейбол, теннис, хоккей, естественно, легкую атлетику и прыжки в высоту. Спортивный азарт, здоровая конкуренция и радость от побед. Без этого не обходится ни одна Дидуровская высота. И в будущем, надеются спортсмены и их благодарные болельщики, атмосфера соревнований не изменится. Оренбургцам омрачили праздник земляки. О безопасности на дороге продолжают говорить жители улицы Расташинска. И какая ошибка, распространенная в сети, вызывает смешанные чувства. Дежурный по городу знает, что еще интересует оренбургцев. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Работы по очистке улицы выполняли, как обычно, в ночь перед праздником и днем выходили две бригады. Но при этом, еще напомню, стоит всем нам, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. И выбросить свой мусор, подойти к урне, это не так уж и трудно. Зачем тратить воду? Горожане не удумевают, увидев это действо. Утро, идет дождь, но работу поливальной машины, очевидно, никто не отменял. Клумбы получают двойную порцию влаги. В администрации города на это сказали, что машины вышли на работу по графику. Но работали еще и потому, что дождь был хоть и сильным, но недостаточным для деревьев и цветов. И еще один занятный снимок, который активно обсуждается в сети, это вывеска школы в Новороссийске, которая вызывает сомнения, стоит ли детей отпускать туда на учебу. На звании школы написано с ошибкой, в слове учреждение стоит лишняя буква Е. Мы поинтересовались у нашей администрации, кто отвечает за грамотность табличек и вывесок на социальных учреждениях. Выяснилось, что все на совести руководителей. К счастью, у нас ошибок допущено не было, или, может быть, директорам стоит присмотреться. Наблюдайте за происходящим вокруг и вы делитесь своими новостями с дежурным по городу. Мы ждем ваших звонков. И пока это все новости. Не забывайте смотреть нас в интернете. До встречи.